Почему кошки вообще изначально были, как бы говорят их, одомашнили? Они изначально не в том, что были недомашние, изначально вообще не было дома, о чем мы вчера говорили. Они ходят в землю, чтобы как бы вот то, что есть, они в землю обратно спускают, чтобы новые энергии пошли. Но сейчас ходят кошки в лотки. И если есть такая возможность, если у кого-то кошки домашние, раз в недельку их выносить на улицу, чтобы они там побегали, там пописали, еще что-то, вот это будет вообще идеально. А собаки, если вы видели, ну как бы все же видели, собак гладили, да, у них такая на морде такая шишечка, вот, когда их гладишь. А, да, так как и на шишечке, да? Они очень хорошо воспринимают вибрации. И они как, они не связаны ни с какими мирами, собаки, они чувствуют только вибрацию. То есть, например, собаки, они могут, вот куда-нибудь, почему они вот хорошо ищут там, еще что-то, говорят, это нюх. А нюх у них сначала они ловят вот здесь, вот этой вот шишечкой своей, вибрационные потоки. И мы, например, можем что-то, вот как поток у нас идет, мы ловим поток, и у нас приходят знания сюда, мы их можем высказывать. А у них приходит вот этот вот вибрационный, и они могут через нюх, через нос, это как бы воспроизводить, что есть. Потому что у собак вообще тело по-другому, оно отлажено. У них же нет вот этих вот потовых желез. Они, когда им жарко, почему они язык высовывают? Они через язык вот это вот все выдают. Кошки через мочу выводят все, что им не нужно, а собаки через язык выводят все, что им не нужно. И когда кошка приходит, например, на грудь или на голову ложится, что это значит? А, как забирает мою негативную энергию, которую я сама не хочу в форме, как у нее. Потому что кошка, она когда-то приходит, когда она приходит, я прямо вижу, что в какие-то моменты она идет, как будто вот ей прям надо, она вот прям есть, хотя она очень вручная. Она сама не подпитывается или она... Она забирает. Забирает. То есть она смотрит, что она... Да, кошки, они не подпитываются от нас. Они, наоборот, от нас забирают все, что нам не нужно. Но есть ласковые кошки. Вот у вас тоже ласковый же он очень. Ой, да, он даже бывает так ласковый, но он уже сломался вот здесь. Он вообще ему надо от нас по мальчику не спадать. И вот эти вот, которые ласковые, прям совсем кошки, они идут в одном потоке с хозяином. То есть они от него берут вот тот негативный сгусток, вот, и его как бы получается как в оболочку вводят свою, чтобы на него не цеплялось. Вот некоторые говорят, что нельзя с кошками целоваться, нельзя с кошками обниматься. Но если человек питается определенными продуктами, у него все равно эта микрофлора от кошки он может подхватить, либо от чего-то другого он подхватит. Если у него этого нет, если у него нет этого сознания, то вся микрофлора у нас все равно через сознание формируется. Вот. Если у него этого нет, то у человека, то он может хоть как лапзаться со своим животным. Не будет одно цветы, и не будет подхватить всех против. Да. Если не ласковый кот. Если не ласковый кот, то он просто выполняет свою функцию. Продолжение следует...